Трофей Рыбалка Но сегодня делаем эту программу с экспертом компании «Арсенал» на Комсомольской 8 Василием Мамоновым. Василий, добрый день. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Вечер. Да. Мы сегодня находимся как раз-таки в «Арсенале» на Комсомольской 8, и мы предупреждали об этом в прошлый раз наших слушателей. Говорили, что программа будет посвящена тем устройствам, тем гаджетам, которые облегчают существенно, ну, в данном случае, зимнюю рыбалку. Мы о зимней рыбалке продолжаем говорить. Мы говорим о зимней, но немножко коснемся летней, потому что здесь есть, что и летом поможет. Ну, вот расскажу. Вот у Василия эти все приборы, ну, не все, а то, что мы сегодня подобрали для программы, они как раз на столе перед ним находятся. И да, конечно же, видеоверсия будет у этой передачи. Появится она на нашем YouTube-канале и на сайте эхокирова.ру. Так что у вас есть прекрасная возможность взглянуть на те вещи, о которых сегодня в программе «Трофея рыбалка» пойдет речь. Ну, еще немножко займу время, расскажу по регламенту. Как обычно, мы в конце передачи подведем итоги нашего фотоконкурса. Условия и, собственно, прием фоторабот у нас по традиции есть в группе нашей радиостанции ВКонтакте. Снова на этой неделе отобраны три рыболова с их снимками. Они и, собственно, их трофей. И вот кто больше голосов наберет, тот и получит сегодня замечательный приз от тоже нашего друга, от компании «Алми». Это портативная УКВ-радиостанция. Очень нужная штука для рыболовов и для охотников. Полезная штука. Вот такой приз у нас сегодня. Ну, мы будем озвучивать еще вопрос в течение программы. Да, конечно, мы зададим вопрос. Зададим вопрос, за ответ на который посредством СМС, сразу же напоминаю номер нашего телефона, 8-909-720-101-0, 8-909-720-101-0, первый правильно ответивший получит у нас подарочный сертификат от компании «Арсенал». Все верно. Итак, я, честно признаться, с гаджетами, которые облегчают рыбалку и помогают рыболову, практически незнаком. И ты знаешь, я вот как-то по старинке считаю, что надо надеяться на удачу. Вот если ты подготовлен, снасти у тебя хорошие, ты какую-то прикормку приготовил, тебе повезет. Здесь, на самом деле, от снастей зависит, пожалуй, 50% результативности и успеха в рыбной ловле. Половина дела. Если ты хорошо приготовился. Да, это грамотно ты там подобрал снасти, все там здорово у тебя с приманками. Но для того, чтобы найти место, то есть можно иметь супер снасти, но, извиняюсь, там полоскать их совершенно не там, где нужно, и рыбы мы можем не поймать. Начнём, наверное, с того, что на сегодняшний день современный рыболов, он вот без электроники уже вообще никуда. Ну, в принципе, как и в нашей обычной жизни, гаджеты заняли уже такую определённую роль, без них человек уже сейчас никуда. И в рыбалке, на самом деле, точно так же, потому что найти рыбу, понять, где она находится, на какой глубине, какая это рыба, без электроники никак. Так, вот, а начнём с того, что нам для того, чтобы, ну, надо же доехать до места. Да. Правильно? Очень часто рыболовные эльдорадо, да, они находятся в таких местах, куда просто так добраться очень трудно, мы можем не знать дороги и ещё там что-то. Поэтому нам нужен в первую очередь хороший, качественный навигатор. Навигатор. Так, вот, начнём с этого, и навигатор нам нужен не только на зимней рыбалке, это очень полезная штука и на летней. Больше того, скажу, что там кто предпочитает, не знаю, там за грибами ходить вообще без навигатора, вот ни шагу. Потому что заблудиться в лесу, не дай бог, а навигатор нам всегда поможет выйти. Их на сегодняшний день на рынке огромнейшее множество. Есть портативные маленькие, есть встраиваемые навигаторы, которые устанавливаются там в технику, в катера, на снегоходы. Ну, вот начнём разбираться, чем они вообще на самом деле могут отличаться. Ну, в первую очередь, самый, не знаю, простой, наверное. Это самая маленькая вещь из присутствующих на столе. Вот самая маленькая вещь. Это один из самых, наверное, популярнейших навигаторов, это E-TREX 20. То есть, навигатор, который позволяет нам сюда поставить рыболовные точечки. То есть, вот мы нашли какую-то там коряжку, где-то там ещё что-то. Мы бац, сразу же отметили её. Всё, в следующий раз уже приехать. Приехав на это место ловли, мы точно будем знать, куда нам нужно там поплыть, пойти по берегу. Чтобы, ага, вот здесь вот мы ловили, здесь есть рыба. И это устройство доведёт тебя до этой конкретной точки? Мы выбираем маршрутные точки, мы её там можем назвать, там, не знаю, точка, там, какой-нибудь супер окунь, крупная щука. Щука, да. Вот, всё. Соответственно, выбираем эту точечку, нажимаем ОК, нажимаем направиться к, и он нам показывает расстояние, да, и как туда нам попасть. Всё очень просто. Ну, и дома, когда сидишь, скучаешь по рыбалке, заглядываешь, бегал. Можно посмотреть, да. Эх, 5 километров всего, да. Вот, дальше, из, скажем так, особенностей и преимуществ вот этого конкретно навигатора, чем хорош? Тем, что он очень портативный, очень лёгкий, может работать как от аккумулятора, да, точно так же может работать от батареек. Это, на самом деле, огромный плюс, потому что есть навигаторы, у которых встроены аккумуляторы, их нужно заряжать. Но если, не дай бог, там у нас что-то произошло, и мы находимся в таком месте, где у нас нет электричества, и зарядить мы его не можем, то, соответственно, аккумулятор на батарейках – это, ну, не знаю, такая огромная помощь. Мы батареечки можем взять в запас. Я правильно понял, Василий, можно и от аккумулятора, а можно и от батареек? Ну, мы можем сюда установить либо аккумуляторные батареечки, аккумуляторы, да, вот, и заряжать их. Либо мы можем поставить обычные батарейки. Которые в запасе должны быть, да, на всякий случай. Да, в запасе всегда должны быть. Из преимуществ дальше – противоударные плюс водонепроницаемые. Ну, это основные функции, которые должны быть. Насколько раз серьезен температура, при которых он нормально функционирует. Ну, у них стандартно заявлено, там, до минус 20 и до плюс 50. Ну, это вот для техники, там, для электроники стандартные. Я так думаю, что на своем опыте проверил уже, да, и испытал во многих уже ситуациях. Проверили и испытали, не единожды, очень часто нам помогал. Вот, здесь все очень просто. Например, функционал весь – это вот джойстик. То есть, вот клавиша управления у нас фактически одна. То есть, мы передвигаемся с помощью нее по меню, мы подтверждаем ей выбор. Все просто, справится даже ребенок. Вот, но у этого навигатора есть, скажем так, минусы. Первый – это недостаточно высокое разрешение экрана. Вот, и сам экранчик достаточно маленький. У него есть функция подсветки. Мы можем включить там в темное время, все будем видеть, все хорошо. Вот, ну, вот он такой простенький. Например, следующий вариант, вот такой вот уже побольше, да, это Oregon 700. Следующая модель из плюсов. Ну, больше у нас экран, выше разрешения, цветной, да, соответственно, если там вот эти черно-белые, то здесь у нас цветник уже получается. Он полностью сенсорный, то есть, у нас отсутствуют клавиши. Ну, как на смартфоне, да, мы привыкли? Да, то есть, есть только клавиши включения, остальное все сенсор. Из преимуществ вот здесь. Если, скажем так, ну, вот такой навигатор мы можем назвать, ну, не знаю, обычным трекером, да, то есть, мы видим там свой трек, как мы идем. То есть, минимальный функционал. Если это минимальный функционал, то вот в такие навигаторы мы уже можем, и это очень важно, особенно для рыболовов, на незнакомом водоеме, собираясь на незнакомый водоем, подготовка, когда идет к рыбалке, мы сюда можем закачать так называемые карты глубин водоема, на которые мы едем. Заходим на официальный сайт, выбираем, там это все есть, ну, это стоит программное обеспечение, там, определенных денег. Закачиваем карты глубин, мы можем закачать, например, там, чуть ли там не всю Россию, все, и у нас каждый там водоем. А в Кировской области непосредственно, да, наши водоемы. Есть. Тоже есть. И Вятка есть. И Вятка есть в том числе. Вот, соответственно, закачиваем, приезжая уже на незнакомый нам водоем, а это очень важно, например, для рыбалки в том же Камском устье, вот популярнейшее место. О котором мы говорили уже в предыдущем году. Огромный водоем, где искать рыбу? Когда у нас есть карты глубин, мы уже четко можем видеть, что, ага, вот здесь вот у нас пошел там какой-то свал, вот здесь у нас там стало мельче, вот здесь у нас стало глубже. Мы видим все затопленные озера, мы видим устья речек этих затопленных, мы видим овраги, мы видим какие-то канавы или еще что-то. И реально вот на незнакомом водоеме мы с помощью вот этого прибора сможем ориентироваться. Так, смотрим, ага, вот здесь вот там, например, 8 метров, вот здесь стало 15, вот здесь идет свал. Смотрим, что сюда там подходит какая-то речка, очень интересное место, все, давай едем туда, ставим точку. Как правило, место впадения, да, о чем мы говорили раньше, это интересная с точки зрения. Двигаемся туда, приезжаем, пробуем ловить рыбу, да, клюет, все здорово, все, точку отметили, для себя поставили. Либо мы пришли там, пробурили лунку, отпустили блесну, там, зацепились в корягу, мы понимаем, что здесь коряжник, все здорово. Здесь есть символы, мы можем отмечать точечки, да, можем поставить рыбку, можем поставить коряжку, там, еще что-то. На самом деле люди там годами собирают вот эту информацию, и потерять такой прибор там для рыболова, я не знаю, это уже... Конец света такой. Все там, вот. Насколько просто или не просто разобраться вообще с этим прибором? Просто ты столько информации озвучил. Если, а сейчас, наверное, уж все там пользуются смартфонами, ну, даже ребенок сможет здесь разобраться. Функционал очень простой. Интуитивно, да, как говорится? Вот один раз включить меню полностью на русском языке всегда, то есть здесь проблем не возникнет. Например, следующий вариант, ну, чем могут отличаться, да, то есть вот такой вот уже, там, серьезный, большой... Так это уже такая позиционная вещь. Серьезный, большой аппарат, вот, из преимуществ... Как называется, раз уж мы назвали наименование. Это у нас GPS MAP66S, тоже Garmin. Значит, из плюсов, что мы здесь получаем? Еще больше экран, лучшее разрешение, соответственно, все те же самые функции, которые у нас есть здесь. Мы можем загружать карты глубин, все-все-все. Но дополнительно мы получаем функцию, там, барометр, компас, термометр. Мы можем мерить скорость, да, там, спидометр. Есть там таймеры. Например, вот такими штуками очень часто пользуются, например, спортсмены на соревнованиях, когда у нас там жестко ограничено время, и, например, с вечера вот забивают себе маршрут, по которому они будут двигаться и ловить рыбу. И, например... И все это согласуют по времени еще, да? Согласуют по времени, совершенно верно. То есть на этой точке мы стоим 20 минут, потом у нас там переход 10 минут на следующую точку. Все-все-все забивает. И когда у нас включен вот этот вот прибор, он лежит там где-нибудь в катере. Прошло 20 минут, он нам подает звуковой сигнал, мы понимаем, что все, нам прекращать нужно время. Сниматься и регулярно. На этой точке кончилось, мы летим дальше. Вот такая штука. Ну, разумеется, тоже в воду его можно случайно... Противоударные, водонепроницаемые. Уронить, обударить как-то, да. Все вытерпит, все выдержит. Здесь все хорошо. Вот, обособленной группой стоят вот такие вот... Вот такие вот... Это наклеечка сверху на экране. Да, это защитная просто. Это защитная пленочка такая на экране. Это Montana 610 от компании Garmin. Плюсы в чем? Еще больше экран. Соответственно, детализация всего вот... То, что мы там карту, например, глубин туда занесли, еще больше, значит, может работать как от внутренней сети, ну, то есть, батарейки, аккумуляторы, да, точно так же может работать от внешней. И вот такие приборы очень часто ставят на снегоходы. И у них повышенная функция защиты, то есть, они реально там могут работать до минус 50, там, без проблем. А в снегоход перед... 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 Перед водителем, да. Перед водителем, вот он устанавливается, он уже, соответственно, запитывается от сети снегохода, да, он уже работает так, то есть, мы не тратим заряд аккумулятора, который здесь установлен. Ну, кабель-то, я думаю, прилагается. Да, конечно. В комплекте. Там что есть в комплекте. Единственное, что нам нужно будет приобрести дополнительно, это крепление к нему. Ну, то есть, вот, саму струбцину, на которую он будет крепиться, ставится сюда. Также у него функционал какой? Если мы его используем как ручной, вот мы держим его в руках вот так, да, например, мы его переворачиваем, функция автоповорота экрана у него работает. А, ну, как-то на смартфоне. Точно так же. То есть, он поворачивается, и мы уже можем там в горизонтальном, в горизонтальном плоскости там работать. Он полностью сенсорный, точно так же у него есть только одна кнопочка, это включение экрана, ну, включение, вернее, самого прибора. Всё, есть компас, есть спидометр, точно так же термометры, барометры и всё-всё-всё. То есть, один из самых таких вот популярных приборов именно для рыболовов, которые передвигаются на технике. Их очень часто ставят и в катера, да, ну, хотя вот в катер, например, это спорно, потому что современные там летние эхолоты, да, там есть все те же самые функции, то есть, там всё полностью, и GPS, и всё-всё-всё, но, тем не менее, ставят как резервным, потому что бывает, что выходит из строя основная техника, и нам нужно вот это... Ну, как раз запасной вариант необходим на это. Ну, ещё раз подчеркну, что на большом водоёме, когда мы ещё на незнакомом водоёме, например, мы приехали, мы не знаем, мы ищем рыбу сами, очень полезная штука с точки зрения, там, вот, точечек всего, ну, и обязательно, это просто мой совет, обязательно ставьте точку возврата. То есть, вот откуда вы, собственно, вошли-то здесь сюда. Откуда вы стартанули? Вот там мы ставим точку возврата, потому что на больших водоёмах очень часто погода изменчива, там, в течение часа может начаться такая метель, там, в метре ничего не видно, мы находимся там за 20 километров от берега, и понять, в какую сторону нам нужно возвращаться очень трудно. Были случаи, когда люди блудились, потом, там, в ночах искать, ну, то ещё занятие. Заботьтесь, опять же, о безопасности своей. То есть, безопасность всегда. Не заставляйте там поисковую бригаду потом работать. Да-да-да, то есть, этого не нужно, поэтому вот мы прям стартуем, поставили точку, всё, точка возврата, дом у нас есть, мы знаем, куда нам ехать, мы всегда к ней вернёмся. Навигаторов всё, больше нет у нас, да, сейчас? Ну, навигаторов у нас, на самом деле, сзади стоит огромная-огромная куча, но функционал у них плюс-минус одинаковый, они могут там отличаться как раз там больше ещё диагональю, а по функционалу вот это вот основное, на что стоит обратить внимание. Поэтому, если вы выбираете навигатор только лишь для того, чтобы там поставить точечки какие-то свои, там, забить, и вам не нужны там карты глубин или ещё что-то, я советую, ну, самый простой вариант, это вот E-Tracks 20, это, наверное, уже такая классика жанра, никогда не подведёт, вот всегда принимает, у него, кстати, очень хороший приём, он очень здорово ловит спутники, поэтому... Я просто хотел ещё попросить осветить ценовую категорию, я не имею в виду вот показывать, вот этот столько стоит, вот этот столько, а вообще, в принципе, бюджетные модели, в какую сумму можно уложиться навигаторам? От 10 до, там, 50, можно дешевле, есть, там, например, 4-5, да, но там уже вообще, там, не знаю, чёрно-белый маленький-маленький экранчик, по которому, там, перемещаться не очень. Хороший навигатор – это где-то вот 80 тысяч, и уже, там, тысяч до 50, вот как мы уже, да, мы, скажем так, до начала передачи разговаривали, есть навигаторы для охотников, да, у которых есть функция, там, GPS-маячка поиска, соответственно, дополнительно приобретается ошейник, там, для собаки надеваем. Для пса охотничьего, да. Всё, он там побежал, и мы уже можем чётко там следить, где находится наша собака, и что к чему, и куда, и зачем. Хорошо, ещё последний вопрос. Сколько техник это работает, вот, судя по твоему опыту? Вот такой навигатор, вот такой навигатор у меня трудится уже 6 лет. И вполне устраивает. Вполне. Хорошо, ну, видимо, мы переходим уже к следующему виду. Дальше мы перейдём к рыбопоисковой технике. Рыбопоисковой. Да, мы, скажем так, уже пришли, приехали, приплыли на точку. Навигатор нас привёл туда. Навигатор нас привёл, всё, мы приехали на снегоходе, мы сейчас говорим о зиме, приплыли, убираем. Вот, соответственно, мы приехали там на снегоходе, пришли пешком, всё, вот она точка перед нами. Нам нужно определиться, вообще понять, есть ли здесь рыба. Это раз. Нам нужно узнать, какая глубина в месте ловли, если мы приехали на неизвестное место. Если, как делали раньше. Ну, бурили много лунок, брали удочку, не знаю, там, отпускали, мормышку, там, блесну, там, или ещё что-то, потом переходили по этим лункам, замеряли, там, сколько у нас где мельче, где глубже стало. Но зимний день, он короткий сам по себе. Поймать рыбы хочется, поймать крупную рыбу хочется. Поэтому сейчас, что на летней, что на зимней рыбалке, без эхолота, вот точно никуда. Поговорим о эхолотах, которые используются для зимней ловли. Именно для зимней, да. Именно для зимней. Их, как правило, отличает, насколько я понимаю, спусковой механизм. Ну, вот не у всех. Нет, не у всех. Ну, не у всех, но вот начнём. Хорошо. Самый, наверное, распространённый эхолот, это один из, если не первый, наверное, даже, который появился на рынке и который вызвал там какой-то бум, это практик. Их сейчас есть несколько модификаций. Это российская фирма? Да, совершенно верно. Вот у меня сейчас R6 Pro 2, уже обновлённая серия. Значит, чем хорош? Ну, во-первых, это очень портативная штучка. То есть у нас вот сама, скажем так, голова, да, эхолота, в которой у нас расположен там экранчик, клавиши управления, всё. И датчик, который находится на проводе. Значит, многие думают, что вот провод должен там быть чуть не 20 метров глубиной. Друзья, нам отпускать эхолот ко дну не нужно. Нам достаточно отпустить его только под лёд. Поэтому вот здесь длина кабеля, там, порядка трёх метров, этого хватит. Это с запасом. Это с запасом. Причём с сильным запасом этого хватит абсолютно везде. В нашем регионе там, ну, метровый лёд бывает, наверное. Да, ну, здесь хватает. Из плюсов то, что это всё очень портативно, это очень легко. Данный эхолот работает от одной пальчиковой батареечки, которая вставляется вот в сам датчик. Он откручивается, туда вставляется одна пальчиковая батарейка и работает. И самое, что интересно... Обычная, соляная или всё-таки нужно получше? Абсолютно любую. И самое, что интересно, от батарейки он будет работать, ну, месяца два. Ох, ничего себе. Ну, то есть он потребляет очень мало. Большое энергопотребление. Потребляет очень мало. Экономичное в этом плане. Вот, значит, что заявляет производитель? Вот он не отпугивает рыбу. Это на самом деле зимой очень важно, потому что рыба находится в таком, ну, немножко заторможенном состоянии. Как работает эхолот? То есть он, вот если его включить и вот так вот поднести датчик, он щёлкает, он такие щелчки. То есть он импульс выдаёт. И, например, если там летний эхолот отпустить в лунку, который там рассчитан на большие глубины, на скорости с боковым сканированием или ещё что-то, ну, реально бывает такая штука, что рыбу он может отпугивать, то есть своими электромагнитными вот этими излучениями, которые он даёт. Ну, возможно, но тем не менее производитель здесь заявляет, что это так. На практике проверено, потому что вот мы, например, рыбачим, у меня всегда в лунке находится вот датчик этого эхолота, и в этой же лунке я ловлю. Я вижу, как у меня подходит рыба к приманке, я вижу свою приманку. В первую очередь мы его используем для того, чтобы, ну, промерить глубину. То есть нам достаточно отпустить в лунку, мы понимаем, что здесь там 6 метров, вот мы прошли там 3 метра, отпустили, здесь там у нас 5 метров, вот он перепад, мы начинаем бурить лунки. И эта индикация на экране, это всё понятно очень, да? Здесь будет шкала, и будет видна глубина, будет видна линия дна. И самая-то важная функция вот этого эхолота, мы, во-первых, видим рыбу, видим рыбу, то есть она будет такими у нас... Силуэты, да? Ну, нет, она такими полосочками здесь рисуется. То есть вот мы понимаем, что у нас рыба, мы видим, на какой глубине рыба, это очень немаловажно, то есть мы понимаем, на какой горизонт нам нужно отпускать приманку. Вот. И самое классное, то, что этот эхолот очень здорово видит нашу приманку. То есть вот мы прям... Мы пробовали, нет, она вот такой вот полосочкой появляется, точечка, которая падает, мы начинаем поднимать. Можно по этому прибору прям к носу рыбы опустить приманку. Вот, вот, вот. И, значит, вся интересность-то в том, что мы здесь уже видим, как рыба может подходить к нашей приманке. То есть пугается она нашей приманке, не пугается. Бывает, что мы там начинаем неправильно играть, там, блесной или балансиром. Рыба разбегается. Вот. Аппетит портим рыбе. Ну, возможно. Значит, соответственно, мы это всё видим на экране. Люди пошли дальше. То есть существует специальное, например, крепление на ногу. То есть вот мы вот эту штуку саму крепим на ногу себе. Ну, потому что рыболов сидит. Да, датчик у нас там лежит в кармане. Всё, мы идём, пробурили там серию лунок, например, 10-15 лунок. Подходим, датчик, бац, в лунку, тут же отпускаем приманку. Начинаем игру. Видим, что у нас там рыба, например, отодна поднялась, там, да, находится около приманки. Мы понимаем, и уже мы ждём поклёвки. Мы понимаем, что вот сейчас у нас может произойти то, зачем мы приехали на рыбалку. Мы можем поймать рыбу. С помощью этого же прибора очень здорово искать, например, стаи того же леща. Вот когда мы ловим то, что касается рыбалки на судака, когда мы ловим судака, нам нужно найти его кормовую базу, нам нужно найти вот эту огромную стаи леща. Белую какую-то рыбу, да. И, соответственно, всё, мы ищем, мы ходим, вот там прям бурим много-много лунок, ходим, смотрим, ага, вот здесь есть стая рыбы, всё, мы здесь, в этой лунке начинаем ловить. Плюс этот эхолот нам позволяет понять, насколько долго нам нужно стоять на лунке. Вот если бы у нас не было никаких приборов, например, отпускаем там блесну, начинаем, играем, играем, там, 5 минут прошло, поклёвок нет. Мы думаем, что рыба может есть, она не реагирует, начинаем менять приманки или ещё что-то, на самом деле там рыба-то может не быть. Это зависит от темперамента рыболова, да, если он... А вот рыба-то может и не быть. Поэтому вот такой прибор, он очень упрощает рыбалку и ускоряет её. То есть, например, вот с этим прибором я там больше минуты, там, двух на лунке вообще, в принципе, и не застаиваюсь. Пришёл, пробурил, отпустил, поиграл, поменял горизонт, посмотрел, что подходов нету, никакого там вообще жизни нету, движения нету, ничего, всё, пошёл на следующее. И это упрощает и поиск, это расширяет поиск, то есть мы за день можем там пройти огромное количество лунок и всё-таки найти активную рыбу и поймать её в конечном итоге. Василий, я, может, прослушал, или мы ещё об этом не говорили, насколько большую акваторию он сканирует? Он сканирует под лункой, но там всё зависит от глубины. Непосредственно под лункой. Под лункой, всё зависит от глубины у него, ну, то есть датчик светит таким фонариком, да, то есть там есть угол захвата. Ну, вот я скажу, что на глубине где-то примерно там метров 8 он захватывает вокруг лунки, ну, метра полтора-два. Ну, то есть вот такой вот пятачок он может осветить. Соответственно, этого хватает нам понять, есть там рыба или нет. Вот, это был, наверное, вот, ну, самый такой популярный эхолот на сегодняшний день таковым ещё и остаётся. Но всё же пошло дальше, всё же начало развиваться. Соответственно... Мы уже к следующему прибору переходить будем, да? Я просто предлагаю сейчас сделать небольшую рекламную паузу. Время подошло для этого. Я напоминаю, что мы находимся в магазине «Арсенал» на Комсомольской 8 и с экспертом компании «Арсенал» Василием Мамоновым. Сегодня беседуем о тех гаджетах, о тех устройствах, которые значительно облегчают зимнюю рыбалку. Поговорили подробно о навигаторах. Сейчас говорим об эхолотах и продолжим нашу беседу через полтора минуты. В эфире программа «Трофеи рыбалка». У микрофона Владимир Сметанин, Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8. Продолжаем разговор об устройствах, которые помогают рыболову зимой, не только зимой. Напоминаю, что генеральный партнёр нашей передачи – компания «Движение нефтепродукт». Без движения нет ужения. И вот мы двигаемся и двигаемся, и сейчас готовы выслушать ещё, так сказать, руководство к одному из устройств. Да. Значит, всё у нас пошло дальше. Соответственно, рыболовы стали более требовательны, скажем так. Рыболовы, а не рыба? Да рыболовы, рыболовы. Они стали более требовательны, соответственно, начали на рынке появляться интересные приборы. И вот одним, наверное, из самых таких интересных и необычных – это вот эхолот. Наручный. То есть, он из себя представляет вот такие вот часы, которые надеваются на руку, соответственно, нам уже не нужно крепление на ногу или ещё что-то. И вот такой вот датчик, который, если мы обратим внимание, на нём нет абсолютно никакого провода. Он беспроводной. Связь по Bluetooth? Да, всё совершенно верно. Вот. Значит, работает точно так же. Здесь вот всё у нас откручивается. Сюда вставляется элемент питания. То есть, это вот обычная такая часовая плоская батарейка. Причём её хватает на какое-то сумасшедшее количество времени. Всё очень герметично. Этот датчик нам нужно просто там, ну, какой-то там верёвочкой привязать. Можно просто в лунку отпустить, положить. То есть, он не утонет. Он не утонет. Он будет вот так вот у нас таким пароходиком плавать. Соответственно, все те же самые функции, что здесь. Но плюсом мы получаем вот здесь уже цветной дисплей. Если здесь у нас там чёрно-белый, то здесь у нас цветной дисплей. Это функционал, ну, удобства. То, что у нас это вот всё там на руке. Всё портативно очень. Точно так же мы видим здесь глубину. Мы видим подходы рыбы. Вот он, скажем так, не прорисовывает нам дно. Ну, вернее, линию дна есть. Но рельеф там... Но не очень подробно. Не очень подробно. Ну, в силу того, что дисплейчик достаточно небольшой. Вот. Из плюсов вот этого прибора он может использоваться не только зимой. О! То есть мы можем в свободное плавание вот этот датчичек отправить? Ну, в свободное это плавание мы можем отправить один раз его и больше не вернуть. А здесь всё проще. Проще как? Мы приезжаем на рыбалку, и вот под такие халоты, их несколько там разновидностей есть. Вот о следующем поговорю дальше. Значит, мы с собой берём самый дешёвый дубовый спиннинг, на который ставим дешёвую катушечку, обычную там монолеску, ну, достаточно толстого диаметра. Без заморочек. Вот. И вот эту штуку мы просто закидываем. И используют её летом. Используют для того, чтобы очень часто вот такие халоты покупают, на самом деле, не спиннингисты, а поплавочники. Либо фидеристы. Для того, чтобы, скажем так, холостыми забросами там не промерять глубину, не промерять там, где бровка началась, там, где или ещё что-то, запускают вот эту штуку. То есть, сделали там заброс поплавочной удочкой, определились, что ага, вот здесь вот мы будем ловить в проводку, там, не знаю, там, на удалении 10 метров от берега. Берём вот эту штуку, забрасываем, он у нас по течению плывёт. Мы сюда смотрим, что ага, вот здесь у нас там глубина была 5 метров, здесь стало 4. Ага, вот здесь вот у нас пошёл выход, вот здесь вот ямка. И мы уже ищем перспективные места просто... Значит, туда и нужно забрасывать. Да, просто передвигаясь по берегу. Всё, без проблем. Дальше вот такие штуки используют, например, рыболовы, которые ловят на маленьких каких-то там грибных лодочках, когда нужно там пешком идти, например, до какого-нибудь там озера, и эту лодку там в рюкзаке нести на себе. Большой эхолот там с аккумулятором, с датчиками, проводами и со всем оставшимся. Ну, не подтащишь, это достаточно тяжело. Поэтому берём вот такой вот эхолотик, всё, приехали, и уже там на водоёме мы сможем точно так же промерить там глубину, понять, где стоит рыба, увидеть нашу приманку, там и всё оставшееся. Радиус действия-то большой между базой и этим датчиком. Вот здесь до 100 метров. До 100 метров. А, ну это вполне достаточно. Вполне. Чтобы, да. Вот, поэтому у него есть ещё одно применение, не только зимнее. Вот поэтому такая штука появилась, она пользуется огромным спросом. Удобно, компактно, маленькое всё. Василий, ну там часы-то есть? Часы есть. Есть просто. Мы на руку уже на приёмках. Часы есть. Часы есть. Всё, можно покупать как часы. Вот. Ну, на самом деле всё у нас не стояло на месте, всё двигалось дальше. И появились у нас вот такие эхолоты. Вот это сам эхолот. Всё. Вот это? Да. Это напоминает какой-то поплавок и всё. Больше у него ничего нет. Он связывается по Wi-Fi с нашим гаджетом, мобильным телефоном, со смартфоном. Со смартфоном. Всё. И то есть экран смартфона, либо планшета мы можем использовать как экран нашего эхолота. Приложенец, видимо, нужно какой-то. Всё там устанавливается, там есть инструкция, тут даже пароль Wi-Fi есть, и всё у нас показывает. Вот эти эхолоты, на самом деле, как только появились, они… Поделись, поделись, как они в деле-то уже опробовал. Вообще супер. Вообще супер. Они произвели, на самом деле, такой фурор на рынке, потому что, если вот эти вот варианты нам просто там показывали дно или ещё что-то, то вот эти эхолотики, тут на коробке-то у них там есть такая картинка, не знаю, там видно будет, не видно. То есть они реально уже прорисовывают нам дно. Всё, ясно. Вот, они уже показывают рыбу. И, например, их точно так же летом используют, точно так же этот поплавок мы закидываем. Можно забросить. Всё, мы его забрасываем. Он когда плывёт, он нам реально показывает рельеф, он нам может показать какие-то коряжки, он нам показывает, где стоит рыба. Всё-всё-всё. То есть вот они пользуются бешеной популярностью. И точно так же мы его используем зимой. То есть нам достаточно нашего смартфона, который лежит в кармане, и вот этой штуке мы подошли в лунку, её бульк. Всё там, ага, посмотрели, рыба есть. Всё, начинаем ловить. Можно удить. Точно так же он у нас лежит в луночке, мы вместе с ним там ловим, всё, без проблем. Питается точно, значит, вот здесь у него там всё так вот откручивается, у него свой встроенный аккумулятор, здесь вот клавиша включения, то есть вот мы его включаем, всё загорается в синенький огонёк. Соответственно, он заряжается от внешнего источника питания. Да, заряжается от внешнего источника, блок питания в комплекте, всё герметично, водички не попадают, всё здорово. Здесь, ну, вот, не знаю, наверное, один из самых таких для меня очень универсальных. Ну, неожиданно, честно говоря, для меня, что это можно ввязать со смартфоном, со своим. А, кстати, Android, iOS. Без разницы. И на то, и на то, и работает, да, платформа. И так, и так. Вот. Ну, не знаю, одна из самых универсальных штук, которую вот точно у меня есть. Ясно. Ну, не могу не спросить, ценник это в удовольствии. 10 тысяч. 10 тысяч. Ну, вот конкретно эта модель стоит 10-200. Есть у них модели чуть дороже, которые ещё более детально прорисовывают дно. Но я считаю, что вот такого варианта его хватает в 95 случаев из 100, где мы можем его применять. Опять же, очень часто покупают фидеристы, покупают поплавочники. Спиннингисты не так часто, но, тем не менее, а вот зимой он пользуется спросом реально. Слушай, ну, человеку, который изобрёл это, я предлагаю. Что-то поставить впоследствии, да? Вот. Ну, вот такая вот. Увековечить его память. Вот такая штука, которая очень-очень упрощает рыбалку, очень полезная. Интересно. Вот. Это то, что касается зимних эхолотов. Их, на самом деле, выбор, ну, не так велик. Да? Вот если конкретно зимний – это практика, а вот это вот они уже такие более универсальные, могут использоваться и летом, и зимой. Ну, давай ещё раз напомним, раз уж подводя итог, да, именно теме эхолотов, на что обращать внимание, то есть при выборе эхолота? При выборе эхолота? Основные какие-то моменты, да. В первую очередь нам нужно понять, будем ли мы пользоваться этим эхолотом летом, и будем ли пользоваться только зимой. Если мы будем пользоваться только зимой, мой выбор однозначно – это практика. Поговорили уже об этом. Вот самая универсальная, самая простая штука, которая никогда не подведёт. Вот. Дальше, ну, они есть там и с большим дисплеем, там и всем-всем-всем. Я считаю, что вот при выборе экрана здесь гнаться там за каким-то большей диагональю и разрешением не стоит. Вот. Ну, и самое главное – это простота, чтобы была, не знаю, вот мой выбор для зимы – это однозначно практика. Хорошо. Ну, видимо, к следующему устройству, да, будем переходить уже? Да, следующее. Но перед тем, как перейдём, я всё-таки напоминаю, что мы Викторину задумали сегодня вопрос. Озвучить нашим слушателям, напоминая номер нашего мобильного 8909 720 101.0. Первый правильно ответивший получит подарочный сертификат от компании Arsenal. Магазина «Арсенал» на Комсомольской, 8. Без вариантов сегодня будет вопрос? Или с вариантами? Можем с вариантами, можем без. Давай без вариантов. Без вариантов. У нас слушатели весьма подкованные. Давай, да. Кстати, ведь сколько уже, да, два раза без вариантов задавали. Ну, да, да. И так вопрос, Василий. Вопрос. Вопрос будет такой. Как называются современные инерционные катушки? А как-то их ещё иначе можно называть. Да? Как иначе называются современные инерционные катушки. Можем дать вариант? Не, не будем. Не будем. Усложним. Не Новый год же ещё. Давай вот посмотрим без вариантов. Если никто не угадает, то на следующую недельку перенесём этот же самый вопрос. Пускай думает. Да. Как ещё называются современные инерционные катушки? Хорошо. Ждём ваших ответов. 8-909-720-101-0. Итак, следующее устройство, о котором Василий в прошлой передаче немножко, по-моему, рассказывал. Или это было за рамками? Мы затронули чуть-чуть тему вот эту. Что это, ставшее очень популярными сейчас, это подводные видеокамеры. Но здесь стоит оговориться, что выбирая, например, для себя, как рыбопоисковый прибор, подводную видеокамеру, нужно понимать, что хорошо она будет работать, во-первых, на водоёмах, либо со слабым течением, либо с отсутствием такового. Поясни, почему? Ну, потому что вот сам датчик у нас очень будет далеко утягивать, и мы не будем понимать. Его, конечно, можно подгрузить, но здесь есть ещё один нюанс. Как правило, на реках, если мы рассматриваем вот нашу область, на течении всегда очень много взвесей в воде. Ну, то есть, вода не кристально чистая. Ну, в том числе и вятку мы имеем в виду. Ну, вот вятку, да. На вятке не очень эффективно. Вот, поэтому взвесей в воде много, что-то там постоянно плывёт у нас куда-то, и вот на самом деле что-либо там рассмотреть достаточно трудно. Вот, ну и глубина. Глубина, вот эффективная глубина для меня, это, по крайней мере, там, ну, метров, наверное, до 8, вот так. То есть, не глубже. А дальше уже? Дальше уже у нас получается, что, ну, во-первых, и света мало, да. Ну, мы можем включить подсветку. Фонарик-то есть, да, всё-таки. Ну, мы поговорим об этом. Вот подсветка, она в некоторых случаях бывает полезная, в некоторых случаях портит всё. Это тоже отпугивает рыбу, да? Портит всё. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, ну, длина кабеля на камерах, там, как правило, от 15 до 20 метров есть, ну, с таким запасиком. Ну, вот, просто уже по опыту использования, эффективно использовать на глубине, там, не знаю, 3, 5, 8, ну, вот, не глубже. Соответственно, если вы выбираете вот такую видеокамеру и ловите, там, на озёрах каких-то, да, там, на прудах, то есть, водоёмы, где нет течения, очень-очень интересная становится рыбалка, потому что мы можем понаблюдать за подводным миром, мы можем посмотреть, например, в отличие от эхолота, то есть, мы отпускаем эхолот, видим рыбу, но мы не знаем, что за рыба. Ну, да, мы же видим её схематично. Мы не понимаем, что это за рыба, мы пытаемся, например, поймать её там на блесну или балансир, а там плавают ерши, которые, ну, не клюют на него, а мы думаем, что, да, вот, рыба есть, мы её не можем поймать, начинаем там что-то менять, здесь мы уже чётко видим это, во-первых. Во-вторых, мы видим фазы активности рыбы, с помощью видеокамеры мы можем там понять и увидеть, вот, например, отпускаем, стоит стая окуня, у которого там спиной плавник прижат, он находится в таком полуобморочном состоянии, вот он как-то медленно там передвигается и всё. Как правило, вот в такую стаю там можно и мормышки, и блёсны, и балансиры, и чего угодно реагировать он не будет, там за редкими-редкими исключениями, может быть, там удастся одного-двух поймать, но не более того. Либо, наоборот, обратная ситуация, мы отпускаем камеру, мы видим, что там окунь активно перемещается, он там прям бегает, всё там, его большая стая, он активный, всё здорово, мы начинаем рыбать. Это, кстати, Василий сейчас пример из личного опыта говорит, насколько я понимаю. Да-да-да. Прям вот вы видели, что... Были такие ситуации. В анабиозе окунь, либо он с поднятым полуобмором. Всё, а потом, ну, вот он бывает вот в анабиозе, ты вот находишь лунку, отпускаешь, его там стоит большая стая, он ни на что не реагирует, уходишь, приходишь через час, отпускаешь и видишь, что ситуация кардинально поменялась, он становится активный, и ты ловишь рыбу. Почему? Это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос, это уже в голове окуня. Вот. Точно так же камеры существует, их огромное количество, но отличаться они по функционалу могут минимально. К примеру, там самые простые, вот, например, вот такая вот видеокамера, да, это фирма Aquavill. Напоминает детскую игрушку, помнишь, были давно там, волк, волк, который собирает яйца. Волк, да. То есть здесь всё очень просто, у нас небольшой дисплей, небольшой дисплей, он цветной, есть сама вот, сам датчик, да, камеры, вот такая штука, которую мы отпускаем в лунку непосредственно, есть кабель, по функционалу, вот, данная камера, она у нас, скажем так, работает без функции записи, да, то есть мы не можем записать, что у нас там происходит. Видим онлайн и только онлайн. Видим онлайн и только онлайн, записать мы не можем. Дальше у этой камеры отсутствует подсветка, как таковая, её вообще нет. У камеры бывают два типа подсветки, есть инфракрасная и есть обычные фонарики. Лучше всего инфракрасник, потому что он рыбу не отпугивает, но видим мы её там достаточно хорошо. Соответственно, такую камеру выбирая, мы однозначно должны понимать, что там на глубине больше пяти метров мы уже, скорее всего, там точно ничего не увидим. Ну, если не суперсолнечная погода и тонкий лёд там по перволёдочку где-то, когда попадают солнечные лучи. Поэтому здесь, скажем так, ну, всё очень просто. Всё очень просто. По функционалу мы отпускаем, мы видим картинку, мы можем настроить чёткость, можем настроить чуть-чуть яркость уже именно самого дисплея и больше сделать фактически ничего не можем. Такой минимальный набор удобства. Ну, минимальный набор, но, тем не менее, он существует. Вот. А вот следующий вариант, который я беру в руки, это, наверное... Это что за фирма такая, чтобы запомнили слушатели, кому нужно? Камера... Калипсо? Калипсо. Калипсо, вижу, да. Это такая вот у нас штука. Во-первых, она будет отличаться чем? Тем, что здесь у нас уже большой дисплей, хороший большой. У нас есть функция записи. А это, на самом деле, очень здорово. Помогает при рыбалке, когда мы проводим какой-то анализ рыбалки дома. Для дальнейшего, да, анализируем. Для себя что-то понимаем, выбираем. Все, здесь точно такой же у нас находится объективчик. Вот. У этой камеры у нас уже есть функция подсветки. Причем здесь подсветка может включаться вручную. Вот есть камеры, у которых... Принудительно, то есть? Да. Есть камеры, у которых есть функция подсветки, но она включается автоматически. То есть, там стоит какой-то датчик освещенности. Мы, соответственно, отпускаем. Она понимает, что там, не знаю, нам мало освещенности. Она ее включает. Автоматически врубает. Это плохо. Потому что бывает, что при выключенной подсветке видно лучше. Это на небольшой глубине. Но, например, вот сейчас уже, когда лед у нас покрыт снегом, достаточно толстым, лучей попадает света мало. Да. Но, тем не менее, бывает, что на глубине там 2-3 метра вот эта подсветка, она бывает лишняя, она может пугать рыбу. Просто она нам не нужна. Но камера ее включит автоматом. Соответственно, здесь плюс в том, что мы можем уже сами включить, либо выключить подсветку. Причем ее здесь две. Она есть инфракрасная и обычная такая у нас диодная. И мы уже выбираем, где какую мы хотим использовать. Вот. Про функцию записи я уже сказал. Она здесь присутствует. Дальше из плюсов здесь достаточно широкое менюшка. То есть, мы можем настраивать уже параметры самого экрана достаточно хорошо. Значит, что еще там? А, ну, полностью водонепроницаемая сама по себе. Мы можем использовать ее и в низких температурах, и летом где-то, если захотим. А сколько хватает заряда, Василий, и такие еще практические вопросы? На день нам... Обледеневает, не обледеневает вот эта вот рабочая часть? Не-не-не. На день нам хватает. На день хватает. На день, причем, ну, фактически там не выключается. Заряжается от внешней сети. Не выключается, заряжается от внешней сети. У нее есть свой аккумулятор. Соответственно, заряжается от нее. Из плюсов, это, наверное, одна из самых популярных камер, потому что она очень... Ну, при большом диагонали экрана, она достаточно портативная и очень легкая. Калипсо, запомнили. Вот, очень легкая. Из преимуществ... Что еще я хотел... Что еще хотел сказать? Да, у нее устанавливается USB-шка. То есть, соответственно, мы можем ее подключить к внешнему... Воспроизводящему там устройству? В внешнему источнику, вернее, внешнему экрану мы можем... Примерно на большом домашнем телевизоре можем посмотреть. На телевизоре можем посмотреть, еще там что-то, да. Вот, и устанавливается microSD-карта. У нее есть своя внутренняя память, она там порядка 512, но можем установить флешечку. Давай конкретный совет дадим. Все-таки надо, не надо дополнительную карточку покупать. Надо, да? Если мы планируем активно записывать, то карточка нужна. Если мы хотим записать, то карта однозначно нужна. Потом можем не ее подключать, мы можем достать карточку. Включить ее в любое устройство, уже посмотреть. Вот. По тому, что функция записи, вот многие говорят, там нужна, не нужна. Вот мой совет однозначно нужна. Очень много интересного мы понимаем. Мы вот так вот обыденно там на рыбалке не можем наблюдать за подводным миром, что там и как происходит. На самом деле там есть определенные тонкости, и мы можем понять, там, как стоит рыба, как она передвигается, что она кушает, на какой глубине она находится, и все вот такое. Значит, ну, вот здесь, в принципе, такой достаточно хороший функционал, но сейчас появились камеры, у которых есть еще так называемый, ну, компас, да? Компас. Ну, то есть, вот здесь мы отпускаем камеру, вот крутим вот так вот за шнурочек-то, но мы же не можем понять, вот куда она сейчас в данный момент... А, понял, чтобы понять, как мы вообще сориентированы в пространстве. Вот мы, например, ага, вот видим рыбу, но где стоит рыба? Вот там, вот там, либо вот там, может, взади нас. Мы понять не можем. Соответственно, на следующих моделях камер уже появилась компас, такая стрелочка, да? То есть, мы всегда понимаем, где у нас находится объектив. И, соответственно, куда нужно... Куда, в какую сторону нам нужно двигаться, то есть, вот это мы все уже видим. Вот. Подводная камера очень сильно расширяет горизонт ловли. Ну, для меня, по крайней мере, при ловле там на жерлицы, а жерлицы, как правило, мы как раз и расставляем на такой глубине, там, 2-3, там, до 5 метров, подводная камера полностью вытеснила эхолот. Потому что, отпуская подводную камеру, я точно могу увидеть, на какой примерно там глубине от дна ориентироваться, там, понимать, стоит там кормовая рыба. Мы можем, самое главное, понять, на какую глубину от дна поднимаются водоросли. А это очень важно, потому что мы можем отпустить живца в траву и щука там его просто не увидит и никогда у нас не клюнет. Вот. Мы видим, что там глубина, например, там 4-5 метров, и в пол воды у нас там находятся заросли, и, соответственно, на глубину там не более 2 метров под лунку мы уже отпустим. Ну, я видел на том же Ютьюбе множество роликов записанных с помощью вот таких устройств. И ты знаешь, меня поразило, что разрешение очень хорошее, и качество очень хорошее. И прям люди прикормку тестируют, да, на что среагирует рыба, и всё это снимают. Вот. Очень полезные данные. Как раз следующий вариант, о котором я хотел поговорить. Вот такие камеры очень полезны тем, кто ловит не только хищную, но и мирную рыбу. У нас буквально 2-3 минуты. Это вот как раз для тестирования прикормок. То есть, потому что зимой, на самом деле, прикармливать очень сложно, в плане того, что вот как раз рыба находится в таком вот состоянии, и там, например, резкие запахи очень часто, которые вот летом, например, работают, зимой они могут просто отпугивать рыбу. Мы это проверяли сами. Надо понимать, что рыба, она всё-таки в меньшей активности зимой находится. То есть, зимой больше всего там работают, ну, вот сладкие запахи, например, не работают там вообще. Сладкие ваниль. Ваниль, клубника, да, там вот такое что-то не работает. Хорошо работает там, не знаю, там анис, вот, например, да, ну, такой вот запах. В сладкие запахи реально отпускаешь прикормку, всё, она там уходит. Очень часто там бывает важно, чтобы прикормка была определённого цвета. То же самое там вот. Ну, рассматривали такие варианты. Ну, сниловлено там же свой световой режим специфический. Вот, отпускаешь там светлую прикормку, она падает на тёмное дно пятном таким, и к ней рыба не подходит. Ну, то есть, вот такие штуки. С помощью камеры это мы всё увидим. Эхолот, к сожалению, нам этого не покажет. Камера, ну, интересная штука. Ну что, подведём итог? Подведём итог? Да, подведём итог. Для хорошего поиска рыбы нам однозначно нужен навигатор. Ну, без него вообще, в принципе, сейчас никуда. Вот. По поводу того, что выбрать камеру либо эхолот, хорошо бы иметь и то, и то. Но если вы, ну, вот моё, по крайней мере, мнение, если вы приверженец достаточно активной ходовой рыбалки, вы ищете хищную рыбу, там, к примеру, того же судака, либо щуку, либо окуня, то есть, вы много передвигаетесь, огромное количество лунок, там, подбираем приманки или ещё что-то, мой выбор вот в этих условиях – это однозначно эхолот. 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 Если же мы занимаемся ловлей на водоёмах, там, без течения, да, активно ловим, там, щуку на жерлице, либо вот белую рыбу, то здесь я бы, наверное, ну, не, наверное, а точно бы выбрал видеокамеру, потому что мы там точно можем уже понять, какая рыба там стоит, мы можем точно понять, как она реагирует на наши приманки, и вот это, на самом деле, немаловажно. Поэтому эхолот, он будет чуть универсальнее с точки зрения, там, применения на глубинах, течении и всём оставшемся. Видеокамера менее универсальна, но зато очень зрелищна и полезна для уже анализа рыбалок наших. Ну и добавлю, что всё, о чём сегодня Василий Мамонов рассказал, всё это можно потрогать, взять в руки, увидеть, проконсультироваться подробно, как это всё работает, вам покажут, научат непосредственно в магазине «Арсенал» на Комсомольской области. Конечно, ассортимент огромный, мы сегодня показали там вот какую-то мизерную часть его, выбор очень большой, консультанты всегда всё покажут, включим, расскажем, посмотрим, так что приходите. Да, Новый год ведь грядёт, да? Вот, пожалуйста, вам отличные примеры подарков для любителей рыбной ловли. Совершенно верно. Спасибо. На этом мы завершаем беседу с Василием Мамоновым, экспертом компании «Арсенал». Через буквально несколько секунд итоги нашего фотоконкурса подведу и узнаем имя победителя. Трофей «Рыбалка». Напомню, что на кону портативная выкава радиостанция «Баофенг-ЮВ-5Р» от магазина «Алми» на Октябрьском проспекте 155. Забегая вперёд, скажу, что фотоконкурс наш будет продолжаться и далее. В частности, в следующий четверг, в следующей программе «Трофей «Рыбалка» будут разыграны 30 литров бензина «Ультра-92» от генерального партнёра нашей передачи – компании «Движение нефтепродукт». Ну а сегодня в розыгрыше участвуют три рыболова – Александр Булдаков, Иван Харин и Паша Рихалов. По традиции, я лично не голосую до последнего момента и пока не знаю, кто же там победил, кто набрал самое большое количество голосов. Сделая это прямо сейчас, я решил нажать на фото Ивана Харина, потому что нравится его трофей. Это щука приличных размеров, которая у него в руках. И так кликаю по соответствующему варианту. Ну что, я победил. Вернее, победил Иван Харин и те, кто голосовал именно за его фотоснимок. Иван, вам и достаётся УКВ «Радиостанция» от магазина «Алми». Кстати, отличная штука, сам пользуюсь именно такой, устойчивую связь обеспечивает на достаточно приличное расстояние, причём абсолютно бесплатно. Но тут надо понимать, конечно, что общаться допустимо только на разрешённых для гражданского использования радиочастотах, но это уже отдельная тема для разговора. Я благодарю единственный в Кирове магазин «Алми», который находится на Октябрьском проспекте 155. Это прекрасное место для того, чтобы выбрать великолепный новогодний подарок и себе, и любимым, и родственникам, и друзьям. Всё, что светит, звучит, вещает, принимает и передаёт приборы, инструменты, радиодетали, светодиодные ленты, комплекты видеонаблюдения и так далее. Телефон «Алми» 214040. Ну, а что касается розыгрыша подарочного сертификата от компании «Арсенал», то человеку, который первым дал правильный ответ посредством СМС на вопрос, озвученный Василием Мамоновым, я позвоню уже завтра. Не переживайте, ни в коем случае ваш сертификат никуда не денется и обязательно достанется вам. Итак, на этом программа «Трофеи рыбалка» на сегодня завершена. Завтра на нашем сайте и на нашем YouTube-канале появится видеоверсия. Будет очень-очень интересная она. Ну, а повтор этого выпуска программы «Трофеи рыбалка» выйдет в воскресенье в 16 часов. На этом всё. До свидания. Трофеи рыбалка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова